друзья всем привет в этом видео я вам расскажу какие у меня перемены случились за последнее время ну во первых мне наконец-то начали копать трубу газовую от границы участка до дома и все сделали благополучно вот здесь я показываю как трактор ощущает сугробы в моем дворе и собирается копать траншею для газовой трубы если честно я впервые видела такую огромную в кавычках бензопилу которая пилит землю вот это было немножко устрашающе даже потому что прямо под окнами у меня такой был огромный агрегат но тем не менее все хорошо рабочие справились прокопали мне траншею проложили трубу провели газовую трубу по дому завели ее в дом и подключили к газовому котлу хотя вот такие вот работы мне должны были сделать еще прошлой осенью я очень ждала у меня были готовы все документы для этого но к сожалению мне сказали что нужно ждать своей очереди там было очень много объектов и до меня очередь осенью не дошла но зато она дошла весной как видите всем доброго утречка вот такое вот красивое утро у нас сегодня а птички уже по весеннему чирикает слышите хочу рассказать вам о новостях последних вот сейчас покажу значит у меня на днях были рабочие которые сделали мне дымоходную трубу к котлу и вот эти две трубы вот эти вот это вытяжки сделали мне две вытяжки почему потому что как мне объяснили площадь дома у меня большая поэтому нужно вот такие вот две трубищи огромных вот я немножко была в шоке зачем она мне надо но раз сказали так надо значит здесь вот мне строители мусорили нужно будет убираться как все подтает будет убирать ну это конечно же будет выходной наверное скорее всего с этой стороны дома вот так вот эти трубы смотрятся вот этот палка торчит я тоже уберу это от бывшей антенны палка здесь сейчас земля замерзла и и вытащить нельзя поэтому я буду ее убирать когда все оттает вот вон антенна валяется тоже не знаю кому-то надо и отдать чтобы нам мешалось телевизор я не смотрю меня вместо телевизора youtube вот так вот рабочие распахали мне тут участок уже частично снег сошел здесь идет труба от границ моего участка до дома и и провели вот вот она здесь выходит идет наверх и вот так идет вдоль дома туда туда заворачивает и заходит в дом вот в той части а здесь у меня стоит котел вон там рядом с стиральной машинкой стоит котел в общем вот эту вот трубу которая по дому идет мне нужно будет красить мне сказали что можно покрасить любой цвет я собираюсь красить в белый заказал уже белую краску и конечно же сейчас покажу вам как внутри дома у меня там все устроено в кухне у меня небольшая перестановка я значит вот старый холодильник из того угла сюда перенесла привезли мне новый холодильник сестра мне отдала свой купила себе новый потому что ей требуется побольше холодильник она занимается выпечкой тортов на заказ вот но меня вполне такой хороший холодильничек теперь вот с магнитиками с моими любимыми здесь здесь я убрала стол этот разобрала наконец-то длиннющий который занимал очень много места на нем я складывал разные кухонные принадлежности потому что меня нет кухонного гарнитура вот но заказал на валберс такую этажерочку для крупных кухон для крупной кухонной посуды здесь мне конца струли он стоит всякие банки и вот такую маленькую этажерку для маленьких баночек и вот такой вот у меня есть шкафчик тоже пока я без кухонного гарнитура почему потому что у меня здесь еще нужно будет ремонтировать полон здесь кособоки здесь все криво-косо стоит. Нужно будет доски новые класть. Тут даже дырка где-то есть под линолеумом. И также я собираюсь менять обои. Всё со временем. Купила я новую газовую плиту. Вот. Называется она Гефест. Классная газовая плита. Я готовилась всегда на электрической плите. Всю жизнь свою. Не было таких случаев, что я готовила на газовой. Поэтому я заказала себе новую плиту, в которой максимально современная, в которой не нужен пьез... за рожек, как это называется. Здесь автоматически рожек вмонтирован в ручки. Поворачиваешь, и всё зажигается автоматически. Включается газ, и автоматически искра даётся и зажигается. В самой духовке здесь есть гриль, что мне понравилось ещё. И она тоже автоматически зажигается здесь. Есть ещё подсветка. Вон там, видите, лампочка. Так. Что? Здесь электронное табло. Ещё можно выставлять таймер, выставлять время. В общем, я довольна новой плитой. Хотя я ни разу газом не пользовалась, но надеюсь, что она максимально облегчит мне знакомство с приготовлением на газу. Ну и вот, как рабочие мне сделали трубы на газовом котле. Вот здесь стоит дымоходная труба. Вот она вот такая вот большая. Я думала, она будет поменьше. Здесь вот счётчик мне поставили. Вот здесь заходит газ в дом. Здесь он разводится на газовый котёл. Вот идёт. Вот здесь вот труба идёт маленькая до газовой плиты, получается. Вот. И эти трубы мне тоже нужно будет покрасить. Вот эта вот труба отопительная. Сюда выходит вода из котла, которая нагрелась и разносится по трубам по всему дому. Насос у меня есть. Вот где-то он тут. Вот чёрненький этот квадратик, это насос. Короче, насос у меня есть. Всё в порядке с ним. Насосом разносится горячая вода по всему дому. Вот так вот, значит, мне сделали вытяжку. Да, да. Очень странно сделали, понимаю ваше возмущение. Я тоже была возмущена, когда мне стали делать. Ну, в общем, проблема в чём? Здесь розетка находится. Здесь идёт электрический провод где-то вот так вот. Они боялись его задеть. И поэтому было сделано несколько попыток пробурить вентиляцию в разных частях. И получилась вот такая история. Слава богу, электрический провод не был задет. Всё нормально, электричество у меня спасено. Но, тем не менее, теперь вот такая вот история. Я заказала две вентиляционных решётки, таких больших, которые будут закрывать всю вот эту вот историю. Пока на первое время. Но со временем я, конечно, сделаю, когда ремонт, и здесь будут другие обои. Здесь я всё зашпаклюю, зашпатлюю, или как это называется. В общем, всё здесь будет закрыто, всё будет красиво со временем, когда будет ремонт. А вот ещё хочу рассказать кое-что о чистоте на своей кухне. Раньше я смотрела блогеров, которые активно рекомендовали вот это вот средство от всего. Вот. И теперь я тот самый блогер, который рекомендует то самое средство. Ну, в общем, хочу поделиться, да. Вот эта универсальная штука, которая мне помогает во всём наводить чистоту, можно сказать. Вот здесь я нашла у себя, специально, чтобы вы посмотрели, как это работает, нашла у себя штаны грязные, которые я не могу отстирать обычным порошком. А также свою любимую пластиковую плошечку, которую я не могу никакими средствами для мытья посуды отмыть. В общем, покажу вам сейчас, как я сделаю всё это чистым-чистым. В общем, засыпаем это чудо-средство в тазик, заливаем его кипятком, и посмотрите, как оно сразу начинает пениться и дымиться. И вот именно в эту пену я сейчас погружу свои грязнючие штаны с пятном. Именно той частью погружаю, на которой пятно у меня там на манжете. Вот. И замачиваю на какое-то время, потом отстирываю. И вуаля, та манжета, которая у меня вообще никак не отстирывала с ни одним порошком, превращается в чистенькую-чистенькую манжету. Аналогичную процедуру я проделываю с моей любимой зелёной плошкой. Заливаю всё кипятком, она, конечно же, начинает пениться. Там выделяется активный кислород. И оставляю на некоторое время всё это дело замачиваться. И вуаля, положечка становится идеально чистой, как будто только что я её купила в магазине. И вы знаете, это чудо-средство буквально помогает от всего. Действительно, не только для стирки и для посуды его я использую, а также для чистки любых поверхностей, для чистки сантехники. В общем, для тех, кто любит наводить чистоту в доме, я оставлю ссылку на это чудо-средство под этим видео и в закреплённом комментарии. Ещё хочу похвастаться, у меня уже начала всходить тыква. Вон, видите, какие большие листочки. Вот это у меня дыня, по-моему. Да, вот это вот дыня. Это тыква, это дыня. Вот это арбуз, он ещё молчит. Вот здесь вот более-менее что-то наклёвывается, стало мято. Немножечко так. Вот это опять дыня, она прям самая у меня активная дыня. И вот это ещё одна дыня, но она молчит. Значит, торфяные таблеточки я посадила. Семена разных ягод, но они что-то вообще пока молчат. Не знаю почему. Также я заказала сортовую клубнику. Два сорта, альба и азия, по-моему, называются. И вот она у меня уже начала проклёвываться. Уже некоторые листочки уже прям зашевелились. Посадила я её в торфяные горшочки. С ними прям потом можно будет высаживать в землю её клубнику. Вот это у меня растёт здесь перец. Здесь проклёвывается перчик, почему-то только тот, который у меня из магазина. Я перец купила в пятёрочке, посела семена, видите, они уже проклюнулись. А те семена, которые в торфяных таблетках, которые из пакетика, они вообще молчат. Видите, ничего не всходит. Но больше всего меня радует клубника. Она прям вот ожила. Смотрите, она уже листочки даёт зелёные, новые. Заказала я 20 кустиков. И уже она у меня занимается. Я думаю, что летом уже буду с этих кустиков есть клубничку. Остальные овощи ещё пока не сажала. Они либо в грунт идут, либо в апрель их надо высаживать. И большую часть рассад я, конечно, буду всё-таки покупать. Вот такая вот картина у меня теперь из окна. Всё тает, всё в грязище. Конечно же, нужно будет вот этот весь участок потом выравнивать. Или трактором, или чем. В общем, чем-то нужно будет выравнивать. И здесь я буду высаживать газон. Также буду делать дорожку от калитки до крыльца. Первый выгул Буси после долгого-долгого сидения дома. После декрета, можно сказать. Бусечка у нас выходит гулять. Вот сейчас середина марта. Она просится, просится. Ну, уже оправилась после стерилизации, после операции. Ранка у неё заросла. И вот она решила выйти. Смотрю, что она будет делать. Буся, ты пойдёшь на солнышко гулять? Пойдёшь? Ну, смотри-ка, Бусюш. Здесь солнышко уже, да? Ну, скажи, я теперь свободная дама, скажи. Катя, ты мне не обременена. Вырастила потомство. Женихи, скажи, мне теперь не нужны. Всё, скажи, я могу гулять сколько хочу, да, Бусю? Чё тут запахи какие-то новые? Всё интересно, конечно же. Тут Васёк любит сидеть. Смотреть за котами-чужаками. Ну и Бусе, конечно, надо всё обнюхать. Вот у неё тут выбрита шурстка. Она уже почти заросла. Да, Бусюш, скажи, всё, я дам свободная. Бусюш, сыра только здесь. Сыра. Пойдёшь по-сырому? Ну, давай, Бусюш, первый выгул после декрета. Сейчас посмотрим, куда нам пойдёт. Ух ты! Она на дерево залезла. Бусин. Вот туда часто лазит Васька. Где она тут? Я её даже ниже... А, вот. Бусюш. Вот так вот. Бусь у нас теперь по деревьям лазит. Сама. Так я хотел сгулять. Так хотелось. Так просилась. Я её хотела выпустить, когда снег сойдёт. Но она, видите, не терпит уже. Я уже понимаю, что это, ну, как бы природный инстинкт мартовских котов никуда не денешь. И тем более, что она уже стерилизованная. Выпускать её не страшно, да, Бусь? Ну-ка, что здесь? Бусь. Ой, какая красота, да, Бусюш? Как здорово! Столько запахов! Свобода, да, Бусь? Вот так. Вот так мы лазим по деревьям. Скажи, наконец-то меня выпустили на волю, да, Буся? Ты довольна, Бусюш? Довольна? Ой, сколько радости! Солнышко! Какая-то верёвка висит. Я не знаю, как её снять. Она слишком высоко висит. Не могу снять. А, вот, порвала немного. Ну, давай, Бусь, слезай. Ты хищница. Ты уже как Вася теперь будешь вместе с Васьком, будешь нашу территорию оберегать. Вот, когда приходит чужой кот, она начинает урчать. Сидит на окне и рычит прямо на чужого кота. Вот она теперь вместе с Васьком будет охранять территорию. Да, Бусь? У меня теперь, скажи, важная миссия. Что там? Коты? Коты? Ну-ка, ну-ка, Буся. Ну-ка. Ну, давай, прыгай. Опаньки. Молодец, молодец. Навыки немножко подрастерял, но ничего. За весну, за лето всё заново тебе восстановится. Всё, да? Скажи, по снегу-то особо не походишь и лапками дёргает. Дрётся, Буся. Пошла исследовать территорию. Там снег, Бусь, глубокий. Там глубокий снег. Вот так, вот так. Пойдём домой, Буся. Немножко гульнула. Пойдём потихоньку. Лапки погреем, да? Корма покушаем. Вот так вот мы погуляли немного. Да, Бусечка? Погуляли. Вот, уночка. Молодец, молодец. Хорошая кошечка. Хорошая. Вот такая. В эти выходные в нашем селе также проходил праздник Масленица. Устраивали конкурсы для детей. Сделали чучело Масленицы. К сожалению, я не успела посмотреть, как её сжигают, поскольку в этот день топило баню. Но, тем не менее, было очень интересно посмотреть на начало праздника. Вот так вот украсили всё к празднику местные жители. А что, можно выловить кайфор? Можно выловить кайфор? Привет. Чё, твои тут, да? Да, точка. Прозвук латочки. Чё, подзала? Какие-то конкурсы. Ну да, музыки так и нет. Это на выборах. А когда жечь будут? Ну, в самом конце. В самом конце? А во сколько это? Не знаю. Подзакончится конкурс, наверное. Да я сейчас вот до магазин добежать, до курьера сейчас подъеду. Славь, Дарас, я заберу заказ и пойду. Не успею, наверное, снять, как живут. Славь, Дарас, я заберу заказчиков. Я не знаю. Два человека, одна команда, один человек, вторая команда, сто один человек. Вот вы бежите ко мне в 8 лет. Я ничего не поняла. Я ничего не поняла. Развесите еще, мы прошли. Возьмете, плату. Что это? Раз, пять. Куда? А я не знала. Раз, два, не воронь. Беги, как огонь. Сегодня масленица. У нас в селе Гулянье будут жечь масленицу. Успела снять только кусочек этого праздника, поскольку вот сейчас у меня баня будет сегодня. Нужно топить ее и некогда там долго стоять. Пока в магазин зашла, успела немножко снять, что там сделали. Там какие-то конкурсы для детей, и потом будут, наверное, сжечь масленицу и раздавать всем блины, я так поняла. Ну, то есть, у нас есть дом культуры, в котором вот такие вот развлечения для местных детей устраивают. Оказывается, тут праздники отмечают. В общем, интересно. А весна уже вступает в свои права полноценные. Уже прям чувствуется в воздухе. Тепло, светло. Ну, снег тает, петухи кричат, коты орут во дворах соседские, просят кошечек. Вот, Буся стала немножко выходить, погуливать. Ну, она так недалеко выйдет немножко, потопчется лапками по снегу. Еще холодно все равно. Она не привыкла, она сидела всю зиму дома. Вот, снег растает, она будет подальше, наверное, гулять, ходить. Значит, хочу рассказать про газ. И все, и останется только приемная комиссия, которая будет смотреть, ну, как мне все сделали, принимать, да, вот это дело. И уже потом, наверное, нужно будет какие-то документы отдать в администрацию местную, районную. И мне будут пускать газ. Так что в апреле, скорее всего, но это не точно, я не знаю, конечно, как там с документами будет, но, скорее всего, в апреле у меня уже будет газ. Вот, слава богу. Ой, какой котик сидит. Кис-кис-кис-кис-кис. Ох ты, котейка. Привет. Привет, котейка. У меня руки все заняты, вон, в пакетах все. Ты персик, да? Ты здесь гуляешь? Понятно. Кстати, напишите в комментариях, какие инстанции вы еще проходили после того, как все было оборудовано для газа, для пуска газа. Всякие вентиляции, трубы. Мне интересно, как у вас было, какой вы опыт проживали в плане проведения газа. Все меня спрашивают, как, Наташа, вы сажаете рассаду, у вас же кошки, котята. Ну, вот смотрите, я поставила ее на подоконник и вот поставила здесь 7 стульчика. Вот здесь гуся тусит, здесь вот белка сидит, вот так они в окошко смотрят. Вот туда. Ну, здесь Мася на кресле моем разлеглась. Любит она полежать здесь. Здесь кнопа вот здесь. Васек у нас гуляет, но он чаще всего ночью спит вот на этом кресле или на печке. Вот. Ну, я, конечно же, присматриваю. Котята пытаются грызть мою клубнику. Но я периодически их гоняю отсюда, конечно. Ну, мне кажется, со временем они привыкнут, что вот это вот нельзя трогать и не будут трогать. Ну, вот, по крайней мере, сейчас белка себя ведет хорошо. Да, белочка? Я, скажи, ничего не трогаю. Я греюсь на солнышке. Вот, и кнопочка. Кнопа, иди тоже, погрейся на солнышке, посиди. Вот. Кнопа уже такая взрослая кошечка, прям вообще выросла вот крупная. Размером с бусю. О, увидели что-то, увидели. Они здесь очень часто ловят мух. Почему их привлекает вот это место? Потому что мухи просыпаются, и они начинают их ловить, играть с ними. И поэтому мух я периодически тоже отлавливаю, чтобы котята их здесь не гоняли и не портили мне рассаду. Смотрите, как бусю воспитывает Кнопу. Она теперь котят к себе не подпускает вообще. Кстати, забыла поделиться еще одной своей покупкой. Вот это новый кухонный стол мой. Вот так вот он выглядит. Здесь есть ящичек для вилок, для ложек, наконец-то. Вот здесь я теперь ужинаю, завтракаю, работаю, в том числе, глядя в окошко. Вот это прекрасное солнечное утро. Облепиховый чаек у меня здесь на завтра. Вкусняшка из протеина без сахара. Вот. Если честно, без этого огромного стола на кухне стало намного просторнее и намного уютнее. Вот так вот со временем потихоньку благоустраиваю свой дом. Все, буду работать. Ну вот, на сегодня все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии. А также очень благодарна за ваши донаты. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok